Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали Евангелие, которое нам повествует о том, как был некий мытарь, которого звали Закхей, и о том, как он чудесным образом изменил свою жизнь. Давайте вспомним с вами это евангельское повествование. Однажды, недодолго до своего страдания, Господь отправился в обмиреход. И люди, зная, что к ним приближается Господь, вышли Его встречать. И вышло множество народов. И также вышел встречать мытарь Закхей. И люди стали немножко говорить, как так, что он же мытарь, человек грешный, так же вышел встречать. Ибо многие считали их как бы предателями, потому что они иудеи, и собирают подать римскому правителю, и человек как бы безнадежно грешный. И Закхей, видя, что множество народов, и так как он имел такой, можно сказать, физический недостаток, он был очень маленького роста, и видя, что Господь проходит, он решил забраться, как сказано в Евангелии, на дерево. Для того, чтобы как-то увидеть Спасителя. И вот Господь среди толпы видит Закхея, подходит к нему и говорит, Закхея, связай скорее, днесь Бог в дому твоем подобает и быть. Давайте, братья и сестры, вот посмотрим, как вот Закхей, который был мытарем, вдруг ни с того ни с сего решил забраться на дерево, ради того, чтобы увидеть Спасителя. Ведь это можно подумать, что, скорее всего, это было дуновение Божие, чем как-то он захотел увидеть Господа чистым своим сердцем. Если даже невозможно себе представить, что ведь сейчас в наше время какой-либо из высокопоставленных чиновников вдруг из того ни с сего залезет на дерево. Мы можем подумать, что что-то это, ну, просто невозможно, не может такого случиться. Но Закхей сделал это, он залез на дерево, и Господь увидел его, увидел то, что он поменялся, и сказал ему, что днесь, о, сегодня в дому твоем подобает и быть. И Закхей принимает его в своем доме, и как только Господь входит в его дом, то Закхей говорит, «Все пол имени моего Господи дам нищим, а кого, чем обидев, возвращу четверицу». То есть Закхей тем самым как бы приносит покаяние, покаяние за всю свою прожитую жизнь. Может быть, он когда был при власти, совершал какие-либо, может быть, брал с людей больше подойти, чем положено им, и тем самым это наследство было не совсем правильно им заработано. Но он приносит покаяние и обещает Господу, что он всех тех, кого обидел, воздаст им четверицу. И мы, как с вами, братья и сестры, видим, что нам Богу не надо как бы то, что Богу надо наше покаяние, но людям лучше также надо какое-то либо воздаяние, чтобы как-то вот если мы кого-то чем обидели, Бог прощает нас, также надо попросить прощения и у людей. И если мы того чем-то там обидели, так же им воздать также должное какое-либо возмездие. И тут тогда Господь говорит, «Днесь Бог, потому Твоем подобает не выйти». То есть Господь принимает покаяние Закхея, видит ему и говорит ему такие слова, чтобы он принят, принимает его прощение. И, дорогие братья и сестры, этот пример того, как Закхей кардинально меняет свою жизнь, должен послужить у нас образцом о том, что всякий, даже грешник, который хочет увидеть Бога, хочет познать Бога, он не отвергнет Спасителям. От него требуется истинное желание, желание, любовь к Богу и также самое главное покаяние. Покаяние в тех грехах, кто такие может быть совершил. И хочется также пожелать и нам, братья и сестры, чтобы Господь также коснулся наших сердца и сказал нам о том, чтобы Он также пребывал в нашем доме и благословлял нас, помогал нас. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.